Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Soulstorm'а. Ваше внимание, предлагаю бой в режиме 2 на 2 на 2. За Тау спонсором данной серии у нас является Эндрю Панин. Поехали! Карта Аморталес, мой ник Кантона, со мной в команде 14 Нуббашер 88 за Хаос, против нас It's ok to be gay за Хаос. Сэр Ланцеврот за Тау, D-78, Ели-7 за Тау и Нуб за Эльдаров. Смотрим. 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 Субтитры подогнал «Свистам». Ну что мы наблюдаем с вами на первых секундах, попался мне действительно, ну башер по всей видимости в союз, потому что он творит вообще непонятно что за дичь. Не застроив свои точки, абсолютно сделал рапторов и полетел вперед на соседушку своего, абсолютно не думая головой о том, что сейчас на него нападет еще и второй его союзник Тао, который прикроет. И даже если он снесет каким-то чудом одного, все равно остается второй, остаются два оппонента и пока он тратил ресурсы вот на это вот дерьмо, они уже спокойненько разовьются и нас покрячут с другой стороны. Обожаю таких товарищей в команде, они всегда очень добавляют проблем. Агрия на себя сначала противника, а потом, как правило, и на меня следом. Были такие бои, где у меня вот такой же вот товарищ побежал и сразу сливался. Авгур пишет, сэр Лансеврод. Видите, у него тут уже Тао начал захватывать, 278 и еле 7 точку. Абсолютно не думая, что его союзник атакует, нахрена ему думать. Голова-то она ведь не для того, чтобы думать, у нее надо есть. Современный человек должен очень много есть, чтобы быть сильным и мочь дать по голове могучим кулаком. А голова-то она для нубов, понимаешь, как там думать. Думать-то может любой Алексей Алексеевич, а ты наешь, попробуй банки. Банки, они нужнее, чем голова. С мозгами. А вот. Короче, атакуют союзника у Тао с иферками, а он месяца с сэром Лансевродом при этом. Непонятно, в каком режиме вообще играю. Ну, как, в принципе, и мой союзник. И из-за этого я вынужден своим командорам бегать, чтобы хоть какой-то урон наносить. Он не просто так сливал своих рапторов. У него нет ни лорда, ничего у него нет. Одна точка вообще он не застроен, он про нее забыл. Да и вторая ему тоже нахер не нужна. Более того, у него стоят рапторы, которых спокойненько через гору обстреливают невидимки у Ильдара. Ну, в общем, вот такой вот классный союзничек. Бывает, такие же пацаны выходят сразу, то есть на них чуть надавят. Они атакуют. Вот примерно вот так же они сливаются свои войска, после чего они просто выходят. Они просто выходят. Ну, Ильдар тоже, видите, попался аналогичный примерно Хаосу. Был бы он нормальный, Хаос был бы уже давно мертв. Вот. Не зря он назвал нубом себя. Иногда просто называют ради прикола такими никами. Но этот, видать, был честен, и поэтому он, видите, адекватно оценивает свой скилл. Так оно примерно и есть. Ну, пишет. Спасибо, ты спас меня, брат. Ты привел мух, и теперь-то я точно нагну грязного еретика. Так вот, летят они, короче, сливают войска. Вот такие вот товарищи по команде. После чего на них начинается атака сразу двоих, и несмотря на то, что ты его активно прикрываешь, он все равно берет и выходит. И ты остаешься один. И вот эти вот двое, которых он сагрил на себя, естественно, бегут на тебя. А с другой стороны частенько еще наваливается двое. И получается классный геймплей один на четыре. Да, сколько было таких боев, это фантастиш. Поэтому я не особо люблю этот режим, но иногда играл, иногда даже сейчас, там, редко поигрываю. Но в него надо играть, если у вас есть команда, то есть если вы уверены в... О, мне сейчас раба застрелят. Если вы уверены в своем союзнике, то да, можно сыграть. Но с рандомом это воспроизводить всегда крайне опасно, иногда это пустая трата времени. То есть ты воюешь против всей карты, защищающей вот такого вот контрабаса. А мухи снова летят на хаос, который до сих пор так и не застроил свою дальнюю точку. Я, кстати, тогда это не видел, потому что я ему не пикал. Мне не до него было, я занимался своей базой и, в общем-то, своей экономикой. У него нет никакого детекта, естественно. То есть нету темного видения оккультистов, про которые он, походу, даже не знает. И нету, естественно, лоха, который может там в гур кинуть. Я не стал уводить никого, чтобы ему подсветить. В общем-то... Не стал делать тех же мух. Кто тут у него ходит? Возможно, лох. Да, пошел лох строиться. И точка по-прежнему, как видите, абсолютно не застроена. Действительно, зачем она нужна-то? Точка-то она для лоха. И вот дурачок Тао с циферками, который напал, вместо того, чтобы защищать своего союзника на сэра Ланса Врота, получает теперь Врота сразу от двух. Потому что на кого им идти-то? Естественно, я их не атаковал. Они пошли на того, кто атаковал их изначально, то бишь на Тао. И тут уже два краба у Хаоса. Вот, it's okay to be gay. Это хаос. Худо-бедное. Как-то умеет играть. И у него есть два командира. Есть колдун. Есть лох. У него до сих пор нет плазмы. Он сделал вообще оружейку-то или нет? А у него оружейки-то и нет. То есть он пошел именно в крабов быстрых и в двух командиров. Убивает командора у Тао. Пытается прикрыть Эльдар. Но кем он пытается прикрыть своими дозорными, которых, естественно, тут же убивают. И Тао остается без анти-теха, без анти-пеха, вообще без всего остается. И спокойненько краб его просто затапкивают. Это все происходит на девятой минуте. У меня был Фа. На другой карте. На Гурмуне. На меня попер хаос. Или, подожди. Нет, это даже не на Гурмуне был. Это было на ошибке Бифи. На меня попер хаос крабами уже на пятой минуте. В самом начале. У меня тогда не было еще 25-х иксвиш. Так я его сдерживал. Просто крутил обычными ФВ. Вокруг точек. Сделал Икси-25 и их тут же убил. Тоже было два краба, было два командира. Ну, примерно такой же сетап. А здесь его просто растаптывают. Тао не принимает участия никакого. Потому что у него есть, видите, уже путь к свету давно. Но анти-теха у него просто не осталось. Так что он не убил вовремя колдуна. Ну, а у моего союзника вышел краб тоже. Но он играет на трех генераторах. Вот, наконец-то я ему пикнул тогда на точку. И он ее нашел, застроил. На десятой минуте. Точки он не грейдит. Энергии у него нихрена нет. Напротив вот вражеского, например, хаоса. Но, правда, у которого тоже не улучшена реликтовая точка на входе. У моего хотя бы улучшена была одна точка. Именно та, которая была ей нужна. Ну и, кстати, вражеский Тао, видите, играл без энергии, фактически. Хотя точки проапгрейдил он. Но на больше уже не хватило. Четыре краба его просто затоптали. Вон у него стоит активист 15-й, настреливает. Но он не наносит урона практически по технике. Нужны именно 25-й командиры. Пытался прикрыть Эльдар. Но у него тоже антитех никакого нет. И судьба, в общем-то, Тао предрешена. Ну а мы пока развиваемся, в общем-то, для того, чтобы принять удар победителя. Я не видел через туман войны, что происходило конкретно на базе УТао. Но было видно, что какие-то сплохие есть. Идет битва уже в глубине базы. И вот эти вот взрывы, которые от мортира, собственно говоря, от дефайлеров, сбернителей, влетают. Они видны через туман войны, как и взрывы от Тао же Бейнблейда. И поэтому было понятно, что Тао уже крышка. Ну и опять мой Хасид играет в свою игру. Атакует чем-то Эльдара. Атакует рапторами. Одного снесли. И вместо того, чтобы сгруппироваться и принять сейчас удар от двоих, которые победили его, он кидается зачем-то на оставшегося Эльдара, который, в принципе, ничем уже не угрожал. То есть он остался один, ему тут как-нибудь экономику бы выстроить. И как можно дольше продержаться, попытаться сыграть на контратаках. Он зачем-то лезет на него. Ну и, чтобы он не сливал пустые войска, я подвожу хотя бы часть в центр, чтобы прикрыть его базу в случае атаки парочки Твикс. Парочка Твикс пока особо не спешит. Хотя нет, вот краба пошли его. It's okay to be gay. Парень считает, что быть геем это нормально. В принципе, нормально. Может, он сам к нему даже относится. Кто его знает. И вот крабы решили повторить успех. Еще одного Тауа затоптать. Но, к сожалению, для них уже все было рассчитано и просчитано. Для такого варианта давным-давно, естественно, и они станутся. И очень быстро в 25-м уничтожаются. А вперед танкуют телохранители эфирил, потому что они бесплатные. Даже если их убьют, можно воспроизвести тут же еще один такой же отряд. То есть они не дают крабу пройти, а 25-е их спокойно расстреляли. Эльдар продолжает настреливать. Хаос снова отступает. По-прежнему никакого у него Т3 тут даже и не пахнет. Три генератора. Какое Т3? Т3-то оно для лахов. Правда, здесь тоже все было вложено, видать, в крабов. И пока что врат демонов до сих пор. It's okay to be gay. Нет. И продолжает давить. Но башер, то есть он для себя, видите, цель определил. Это Эльдар. Это, можно сказать, заклятый враг. Еще один у Хаосита. И вот, помимо космодесанта, решил отомстить. Бегает кругами за пауками варпа. Парень, видите, очень любит рапторов. И думает, что рапторы на почти 14-й минуте это крутая идея без облитераторов. Тем временем, вражеский Тао захватил все точки, не отдав ни одной. А нет, одну он отдал реликтурую для Хаосита. Все остальные забрал себе. Я сделал дубликат целохранителя. И пока что перестреливаюсь через... Что он там играет? Играет он через Кау-Йон тоже. Если Тао немного шарит за Тао, то если ты играешь против Тао, то манка не бери, иначе будет тебе очень печально. Поэтому играть надо всегда через Кау-Йон. Ибо Кау-Йон, манка, перестреляет. И выходит, выходит Ильдар. Видите, потерял он своих пауков. Ничего у него не осталось. Практически и додавил свою мечту, осуществил. Ну, Башер-88. И теперь счастье для него наступило. Во, наконец-то он строит Дайемон Пит. На почти 15-й минуте. И есть уже Дайемон Пит у Сукеи Тубегея. И, соответственно, у него есть уже одержимое. Но пока перестрелка между телохранителями, все остальные не достают. Ну, выходит из игры. И вот, выбрался, выбрался Краб, но Башер встал, решил тут пострелять. Неплохая идея, вражеский Краб тоже стоит. И зеркалка, кстати, обратите внимание, два Хаоса, два Тао. Остаются и примерно одни и те же условия. То есть у нас по дополнительному риску у каждого. Можно сказать, что равные условия. Вот здесь, решил прокачать на максимум точку. Сукеи Тубегей на выходе. Ну, а у меня давно уже вторая главка. Дополнительные генераторы пошли с завода. Заканчивается выход в Т-4. И полетел орбитальный удар от Аферила на огромный толпу Тао. Тао не отбегает достаточно далеко. И сейчас у него вся пикота отлетит. Он про нее, видать, забыл. Вот сейчас вот вспомнил, но уже было поздно. И остаточный орбитальный удар как раз и наносит максимальный ущерб. Вот ударная волна. Снова пошли у Ицокей Тубегея краба вперед. Но краба для Тао вообще не представляет никакой угрозы. Да и, в общем-то, хаос для Тао на Т-4, если у него есть ресурсы, не представляет никакой угрозы для опытного Тао. Тао хаос разносит, как орехи. Просто белка грызет. Без каких-либо усилий. Даю один отряд, и пока он разбирается, остальные расстреливают одержимых. Но, правда, приходит вражский Тао и начинает атаку, конечно же, на меня, потому что я был ближайший от него противник. Но, правда, здесь, видите, битва кипит между моим хаоситом и вражеским Тао, его невидимками, но нету детекта. И поэтому он не видит Икс-В. Икс-В 25-х расстреливают мне главную точку. Начинается спам дроидов с предвестника для того, чтобы не дать ему войти на базу. И пришлось отходить назад, так как здесь был орбитальный удар. Но, пока он ближе подойдет, дабы его расстрелять из-за горы. Берет эту ферила. Вражеского, зазевавшегося. И Тао строит еще одну главку на базу Тао с циферками бывшего. Не знаю, как его назвать даже. Хаос рвется, но невидимки его не пускают. Экономика была, в принципе, неплохая. Да, запас был минимальный, но тем не менее. Еще раз несутся одержимые, но нарываются на дроидов. И передумали, разворачиваются в другую сторону. Тао снова отходит, оттесняет его. Огонь из центра моих ФВ. И плюс ко всему дроиды не дают им спокойно подойти. Антитех у него практически нет. А дроиды очень сильно мешают, потому что пехоты их не особо у Тао. И на войну огня убивают. Тем более, они, видите, распыляют их огонь на множественные цели. Таос решил сместиться уже ко мне ближе. И начинается массовое производство с базы. Экономика уже поставлена. Теперь можно было давить более, так сказать, акцентированно. И отбрасываются, отбрасываются они от базы. И начинают застраивать разрушенную точку, разрушенный пост. 244 прирост, но, как видите, очень мало влияния осталось. Только что было 1200, осталось буквально 300. Приходится уже экономить. И еще один орбитальный удар взлетает от Эферила. И вражеский Тао вынужден сдавать назад или вперед. Попадая под ударную волну в любом случае. Но, правда, он тоже кидает и на моих ВВ. Орбитальный свой удар. Идет обоюдная перестрелка. Часть попадает, видите, под остаточную ударную волну. Но большая часть успевает отойти. Экономика, безусловно, у меня лучше, чем у вражеского Тао. Хотя у меня и Респ меньше был застроен. Я строю уже третью главку. И ставлю еще один завод. Да, на базе у него только одна главка. И вот он строит доп-генератор, при том, что точки у него не все проапгрейджены на максимум. А мы с Хаосом поделили позиции. Но он по традиции свои, конечно, не застроил. Захватил, а нахрена их застраивать? Застраивать-то для лахов. Если он свою точку даже на базе не застраивал, зачем ему застраивать на вражеском? На вражеском это уже излишество. Где вся его пехота была, непонятно. Всего два пака бегает. Облух убили, больше нет. Где Принц? Где... Алчибл, где танки, где крабы. Он с чем-то делает берсеркеров. И еще один отряд, в общем-то... Обычных ХСМов. Идет курица. У меня там бьются вовсю кротоксы. Но курица для Тао тоже вообще никаких проблем не составляет. Убивается она элементарными дроидами. С тех же предвестников станется любыми войсками. То есть, опять же, кидаете вперед телохранители эфирила. Пока она с ними месяца, они бесплатные. То есть, вы потом можете еще произвести на халяву. Если, конечно, эфирил перезарядился и сброс. И, в общем-то, вот и все. Дроиды ее сейчас застрелят, остальные войска. Делов секунд на 30 примерно. И то я, понесу, об огонь не акцентировал дроидами. Только сейчас их разворачиваю, чтобы убить скаты. А здесь продолжает кротокс отвлекать. И хаос делает прорыв. Просто невероятный. Бежит вперед. За светом. И еще моментально сдохнет. Версов сейчас всех порубят, естественно. Здесь пытаются прорваться крабы. Но, как и курицу, их очень быстро уложили дроиды. И 25-й ХВ-шки. И продолжается атака. Продолжается атака. Хаос потерял всю свою пехоту. Которую копил просто весь бой. И снова остается без войск. И без перспектив на будущее. А я тем временем продолжаю развивать успех. И начинаю поддавливать Хаосита. Но Таос снова рвется вперед. Он не понимает, какого хрена происходит. К чему воюют два на одного. Фактически не могут прорваться. Что за ересь такая? Появляется очередной принц. Но вражеского Хаоса тоже не было походу. Т4 и у него не было алчущего. Хотя алчущий разбирается еще быстрее, чем курица. Он, в общем-то, зажимается абсолютно аналогично низу, что он может опрыгнуть за счет прыжка. И зажимается повторно. Дроида его расстреливает без каких-либо затруднений. Либо кроткостью убивает. Выходит, у меня курица, не люблю этот юнит. Но в целом иногда он нужен для танкования, для принимания урона. Например, против имперца. Ну как-то надо к нему подойти, когда у него бенька есть. Курица, кротксы, в общем-то, какие-то бубликаты там тоже пойдут все в дело. Подкрадывайте и начинаете перестрелку. Точки я тут уже все прокачал на максимум. 310 прирост, 1600 запас. Уже, в общем-то, такая средняя экономика, выходящая на приличные рельсы. Но вперед я не рвусь особо, потому что я один. Хаос, по сути, ни хрена ничего нет. Один отряд только выходит и все. Трансформируется принц первый на 23-й минуте. И, в общем-то, понимал я, что придется драться одному. От этого перца толкового в бою было крайне мало. Весь толковый был в том, что он мог сагрить на нас и удар, а стал, будь они нормальны, у нас были бы большие проблемы, потому что эти двое пошли бы на меня, а те двое пошли бы на него. Все бы закончилось, скорее всего, очень печально. Его бы снесли бы, и я бы остался один против четырех. Что бы тоже привело, скорее всего, к сливу. Очень мало был шансов вырваться из этого оцепления. Кругового. Но я начинаю развивать атаку, пока курица, ведь отвлекает на себя огонь. Я прокрадываюсь, и у меня уже полный лимит. А вот аут он не полный. И перестреливаю его просто в ноль здесь. Мешается, конечно, еще и Хаосит. С вами крабами разбрасываю, но тоже у него доход почти не осталось. Все сдохло, и точек у него всего три. Спамить ему особо не на что. Делает он крабов уже даже и облитераторов-то не на что вывести. И, в общем-то, сделать Принца. Аут, счет, аут, не дал ему точки. Он все захапал себе и не может сейчас сдержать в этот момент. С другой стороны, начинают у него, видите, невидимки атаку через гору. Перепрыгнули, но мне пока было не до них. Хотя я подвожу Эфирил и начинаю расстреливать их здесь на реликте. В основном атака по центру идет. Курица все еще жива и продолжает танковать. Погибает Эфирил в этой куче. И вместе с Принцем, дроидами и курицей, мы прорываемся вперед на базу Ктао. Он бежит еще две пачки пехоты у Хасита. И он присоединил Варлока даже к своей невидимой пехоте, чтобы она стала видимой. По всей видимости, и бежит вперед. Еще один Принц, несколько Принца создает и облитераторов. Вражеский мне хаос. Вражеский, it's ok to be gay. А мы показываем ему, что геям быть нехорошо. Геям быть плохо, потому что это неестественно. А все, что неестественно, это постыдно. Хотя некоторые считают, эксперты, что гомофобность заложена в каждом человеке в той или иной мере. Но я так не считаю. Я считаю, что отношение одного пола... Это ненормально. В сексуальном плане. И поэтому доказываю этому парню, что я так думаю. Тао теряет практически всю свою армию. У хаоса нечем спротивляться. И бой почти окончен. Да, в этом бою Тао встретил истинного сына высшей справедливости. Да и хаос тоже ее на себе испытал. Снимаем точки, на всякий случай. Мало ли, может еще у них какая-нибудь там прорывная волна бы пошла, а бы вторая. Дальнюю точку успел прокачать. Ну а тут уже все кончено. Не успевают добавить войска. Сэрланцеврот опять ломится вперед. Хаосит наконец-то, видите, он теряет колдуна. И у него... Становят с невидимыми войска. Но его пытается Ицукейт убеги и прикрыть. Мои танки тоже подсвечиваются эфирилом. Один стоит еще и в вражеской точке, его видно. Но из центра раздают, продолжает раздавать ФВ, не выпуская Тао. Спасти хаос и додавливаю. Додавливаю. Здесь вон еще облитераторы стоят у моего союзника. Все, что он сумел сюда пропихнуть. Ну и экономика под конец восстановилась. 5700 и 5000 по энергии. Это уже очень неплохо. Хватит на пару минут активного боя при размене. Обычно этого достаточно, чтобы поставить жирную точку с любым противником. Но за исключением гварды, которая может затурелиться и к ней херво идешь. С остальными обычно этого хватает, чтобы продавить. Хаос уничтожен и Тао. Понимая, что все кончено и ему не устоять одному против двоих, если они вдвоем ничего не смогли сделать, выходит из боя. Вот такое было сражение. 26 минут 56 секунд. С не самым хорошим союзником, безусловно, и с точки зрения правильной игры в данном режиме. То есть здесь надо играть очень скрытно и как можно меньше атаковать, чтобы меньше привлекать к себе внимание. Да, если атакуют, приходится биться, но первым атаковать здесь вообще нельзя ни в коем случае. Иначе вы потом можете играть уже 2 на 4. И если ваш союзник не скилловый, вам крышка будет, скорее всего. Ну, он выйдет, а потом что вы там 1 против 4 сделаете. Если вы скилловый, то повоюете, конечно, но потом победители, скорее всего, вас просто раздавят массы. Даже если у вас будет уже экономика, даже если у вас будут войска, и за лимит вы не сможете просто противостоять банально чувакам, у которых захвачено 4 респа. На двоих и в 2 раза больше войск, чем у вас. Ну, если, конечно, это не оба будут совсем, тогда шансов никаких не будет. Итак, по армии 2380 я набираю, 655 набирает нуб Башер. 1415 набирает Сэр Ланса в рот. 765, it's ok, to be gay. 145 нуб Башер. Тао 278 набирает минус 10. Ну, или будем называть его Эли. Минус 10, да. 256 я уничтожил, 93 нуб Башер, 232 сэр Ланса в рот, 146, it's ok, to be gay. 20, точнее, 34 нуб и 7 эли. 199 у меня были потери, но в основном это были, опять же, дроиды с предвестников, которые как раз и не дали войти на базу при попытке прорыва на последних минутах боя. 136 нуб Башер потерял, 209 сэр Ланса в рот, 110, it's ok, to be gay. По 57. Солидарно и нуб и эли потеряли, 18 здания разрушил, 5 нуб Башер, 6 сэр Ланса в рот, 6, it's ok, to be gay. И по нолям также солидарно нуб и эли. 4 здания я потерял, 1 нуб Башер, 3 сэр Ланса в рот, 16 сэр Ланса в рот, 16 сэр Ланса в рот, пожалуй, единственный нуб 4 и эли 7. Размер армии у меня был 333, 150 нуб Башер, 233 сэр Ланса в рот, 103 сэр Ланса в рот, it's ok, to be gay, 56 нуб и 55 эли. Да, они были, видишь, очень прям похожи, идеальная команда, которая не поняла, куда попала в такой режим и что им здесь надо было делать. По ресурсам 50100, грубо говоря, я набираю, 2800 набирает нуб башер, 36.5 сэрлансовый рот, 24.5 сэрлансовый рот, 6700 нуб и 6600 эли. По технологиям 950 у меня, 1300 нуб башер, 1310 сэрлансовый рот, 630 сэрлансовый рот, 230 нуб и 330 эли. И общий счет 53.5 у меня, 22700 набирает нуб башер, 39.200 сэрлансовый рот, 25.900 ицокейт убеги, 7100 нуб и 6900, почти 7000 набирает эли. 26 минут 57 секунд шла эта битва, в принципе, довольно простой был бой, несмотря на то, что, как я говорил, союзник попался, мягко говоря, не самый благоприятный для 2 на 2 на 2. Ну что ж, надеюсь, что вам понравилось, если не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписано, вступайте в группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии, проверяйте колокольчик, ибо Ютуб меня уже затра надоел. Надоел своими напоминаниями, так вот, напоминаю вам, чтобы он мне не напоминал об этом. На сегодня все, с вами был Крестоносец, всем удачи, пока, пока.